Страшно выходить на лед в первый раз, но так хочется научиться скользить по нему, как настоящие фигуристы или хоккеисты. И нет ничего невозможного, особенно когда рядом опытный инструктор, который и объяснит, и поддержит, и научит. В эти зимние каникулы на ледовой арене имени Третьяка организованы бесплатные занятия для детей, которые очень хотят научиться кататься на коньках. А помогло в этом руководство муниципалитета. В администрацию округа обратилась Щелковская многодетная семья Саморуковых, в которой растут пятеро детей. И вот Александр, Стефания и Есения сегодня на льду. Младшие Мелания и Гарри пока смотрят с трибун на руках у мамы и папы. Возникла идея, в соцсетях прочитали, что наш Андрей Алексеевич, глава, устраивает приемы в администрации. Я в декабре сходила на прием, попросила организовать хотя бы на праздниках для деток, которые не умеют кататься и только хотят встать на коньки. Тренировку с участием инструкторов, чтобы дали инвентарь маленьким деткам. И вот нас сегодня позвали, пригласили, мы с удовольствием пришли. Конечно, это очень интересно, когда наблюдаешь, как дети твои делают как первые шаги, знаете, как после рождения начинают. И тут на коньках, например, у нас средняя дочь первый раз вообще встала. В первой группе из 20 человек оказались и те, кто уже вставал на коньки, и те, кто делает это действительно впервые. У кого своих коньков нет, выдали на арене. И тренеры с ребятами занимались самые настоящие – из спортшколы, по хоккею и фигурному катанию. Для начинающих первые движения на льду только с помощью специального приспособления – поддерживателя. Инструктор Елена Риманская обращает внимание, что сегодняшнее занятие не только для детей, но и для родителей. Чтобы они в дальнейшем сами могли обучать своих детей на городских катках. Дальше первое движение. Топаем ножками на месте, на месте. Вот он, руки в сторону. Мама находится, или папа находится сзади. Если он вперед упадет, то он руки подставит, это не страшно. Если он упадет назад, вы его здесь поймаете всегда. Детей учили стоять на коньках, делать первые шаги, потом скользящие движения, выполнять несложные упражнения, а еще падать и подниматься. На льду это не так-то просто сделать. Обычно это ходьба на коньках, это самокат. Обязательно, чтобы вперед ребенок умел кататься одной ногой, другой. И, конечно, елочка. Самое любимое наше упражнение – это елочка. Ну и саночки, фонарики делали, учились ходить назад, ходить на коньках назад, ну и немножко ехать. Специалисты говорят, что ребенка научить кататься на коньках гораздо проще, чем взрослого. Обычно требуется два-три таких занятия, и ребенок уже уверенно скользит по льду. Конечно, если между желанием и страхом первое перевесит. Многие дети, в первый раз выходя на лед, очень боятся. Поэтому, конечно, преодоление страха, преодоление себя – это самое главное. И первые навыки, первые падения, первые шаги, первые движения на льду – это самое главное. А результат, вы сами видели, дети поехали. И действительно, к концу часового занятия все его участники уже бодро катались, пусть некоторые пока и с посторонней помощью. И вернувшись в Новом году после зимних каникул, ребятам точно будет, что рассказать в школе. Большое спасибо, мне очень понравилось. Что научилась делать? Кататься на коньках, отталкиваться. На одной ноге начала кататься. Еще хочешь? Да, хочу. Ирина Микеда, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.